В этом видео мы отделаем мебельные ноги из ясеня, резаные поталью под светлое золото. Ноги будут использованы для комплекта мебели в ванной. Для потали требуется качественная подготовка подложки. Она должна быть не пористая, по возможности глянцевая. Отражающее покрытие требует идеальной формы. Геометрия должна быть четкой, а поверхность гладкой. Выточенные на токарном станке ноги из клееного ясеня я без всякой предварительной подготовки закрепил на индивидуальных площадках и покрыл изолирующим прозрачным грунтом. Это позволит заблокировать пористую структуру ясеня и предотвратить лишнюю усадку полиэфирного грунта. После полного высыхания изолятора я прохожу поверхность с шлифовальными падами зернистостью 220. Просто сбиваю поднятый ворс и матирую глянцеватый слой изолирующего грунта. Обязательно продуваем и идем грунтовать. Ноги будут грунтоваться вертикально, поэтому меняем положение головки краскопульта. Теперь раскрытие факела будет горизонтальным. Для глянца лучше подходит полиэфирный грунт, его и будем использовать. Для точенных изделий без мелких элементов он также подходит больше всего. Наношу сразу толстым слоем на каждую ногу в отдельности. С подставками я ошибся. Они не позволяют перевернуть ноги. Мне казалось, что я подсаживался и добавлял достаточно материала снизу вверх. Но это все равно не то. Прежде чем шлифовать, тщательно осматриваем все ноги и все дефекты заделываем полиэфирной шпатлевкой. Эти выбоины плохо видны на текстуре дерева, поэтому в данном случае разумнее шпатлевать было именно по белому грунту, хотя крупные дефекты остались только на нижних поверхностях, там где я не смог добавить достаточного количества материала. Выводить точеные изделия проще всего вращая. Поэтому устанавливаю ногу на шуруповерт и шлифую сначала твердой площадкой абразивом 240. В углублениях и там, где нужны плавные переходы, работаю кусочком наждачки. В конце сглаживаю риски мягкой и не новой шлифовальной губкой. В итоге удается вывести даже относительно глубокие впадины. Пигментные грунты пористые. И клей для потали со временем провалится, поверхность станет матовой, с такой же пористой структурой. Поэтому мы нанесем поверх грунта белую акриловую эмаль. На самом деле лучше использовать темную эмаль. Черную, коричневую, красную или хотя бы темно-желтую. Так отражающая поверхность потали будет выше, а цвет насыщеннее. Но я использовал белую, так как цвет золота подбирался именно по белой эмали. На этот раз ноги закреплены по четыре на общей большой площадке, что позволит перевернуть их и акцентированно нанести эмаль под другим углом. Ноги во время покраски будут вращаться на полоборота. Красить ноги в естественном их положении логично и эффективно. Все дальнейшие слои будут наноситься так же. Сначала вверх ногами, а затем направленными вниз. Акриловая матовая эмаль достаточно хорошо полируется. Это необходимо для подготовки под золочение. А кроме того, это дополнительная возможность немножко вывести дефекты. Начинаю шлифовать вручную с абразива 1200. Затем 1500 и 2000. Для этого нарезаю круги на сегменты. Затем дополировываю мягкими тонкими абразивными губками. Для распыления краскопультом специальный клей для золочения разводится спиртом. В 250 мл клея добавляю 500 мл спирта. Это позволит нанести клей тончайшим мокрым слоем. Необходимые условия для качественного покрытия по талью. Буду наносить клей на блок из четырех ног. На партию ушло около 150 мл полученной смеси. Распыляю обязательно с двух сторон. Заканчиваю в правильном для ног положении. Так, если матовые опылы и образуются, то на менее видимых поверхностях, направленных вниз. Будем использовать мелкорезанную суперпоталь с эффектом пыльный глянец. Это приглушит зеркальность и даст мелкую порошкообразную текстуру на вид. Поталь легко наносится мягкой кистью. Накидываю ее на клеевой слой с избытком. А затем, слегка касаясь кистью, распределяю и сразу немного приглаживаю. Заканчиваю на целевой стороне. Добавляю где надо и все вместе уже тщательно приглаживаю. Здесь пока важно обойтись без лишнего давления. Клеевой слой еще мягкий, податливый. Есть опасность сместить его избыточным нажатием кистью. На полное высыхание клея для золочения могут уйти дни. Как минимум перед нанесением лака мы оставим ноги на одни сутки. После высыхания клея нужно удалить излишки потали и прикладить резаную поталь к поверхности. Использую уже более грубую кисть. Очищаю площадку от летучих фрагментов потали. Затем приглаживаю специальным полировальником, комком нитей по сути. Использовать буду акриловый глянцевый лак на растворителе. По идее он несовместим с глянцевой поталью. Растворяет цветной слой на потали, свозит его и приводит отделку в негодность. Но этот лак отлично наносится в 2-3 приема. Когда первыми проходами мы наносим суховатый слой из мельчайших капелек. Одновременно лишний растворитель удаляется струей воздуха и тончайший слой лака быстро обветривается. После первого укрытия декоративного слоя можно прибавлять подачу материала. И еще в несколько шагов нанести пока матовый сплошной слой лака. Уже после переворачивания можно полноценно добавить глянцевый мокрый слой. Лак создает защитную глянцевую пленку, связывает чешуйки потали. Пару дней понадобится на сушку лака и ноги можно использовать. После высыхания лака никакой полировки мы не производили. Мы получили хорошую глянцевую поверхность. Да, золото немного бледновато из-за белой подложки. Но здесь это то, что надо. Цвет подбирался под декоративные смесители и результатом я доволен. Хотя именно эта поталь с пыльным эффектом не показательна. С помощью глянцевой резаной потали более крупной фракции можно добиться буквально зеркального эффекта. Технология жены сения будет абсолютно той же.